Саша, расскажи для начала, почему ты решила связать свою жизнь с медициной? Ой, это у меня семейная традиция, у меня в семье все медики, поэтому когда я поступала, я знала уже с пяти лет, что я буду врачом, и больше вариантов не было, кроме как медицины. И я там с удовольствием на самом деле учусь, мне очень-очень нравится, у меня папа врач, который мне всегда помогает, наставляет меня. Каким врачом ты в будущем будешь? Я буду детским врачом, педиатром, куда дальше пойду, пока еще не знаю русскую специальность. Расскажи, как ты, будучи на четвертом курсе, стала помогать в борьбе с коронавирусом? Когда началась пандемия, нас посадили на дистанционное обучение, и у меня было дикое желание идти в красную зону, работать, но, к сожалению, возможности такой не представлялось до июня месяца. И когда наш институт нам предложил работу в красной зоне, я с удовольствием побежала на всех парах туда, и вот работаю с июня месяца в больнице. А как твои близкие отреагировали, это же опасно? Папа поддержал в первую очередь, он сам работает с ковид-больными. Мама, конечно же, очень сильно переживала, но все меня поддерживают и волнуются. А что ты делаешь в красной зоне? На данный момент я работаю санитаром. Очень много мы всего делаем и помогаем больным в транспортировке или там кормить их, поить, помочь также сходить в туалет, если лежачий, поменять постельное белье. То есть вот вся помощь, которую нужно оказывать как и лежачим, так и сидячим людям. Ну и помогаем медсестрам. Девчонки у нас хорошие работают, поэтому пока санитарами работаем. Но ничего, это самое сложное, физическая работа, и надо начинать поэтапно. Тяжело тебе в красной зоне? Первое время было очень тяжело, потому что это непонятно, что это, как надо тут быть, как надо себя вести, плюс еще эти костюмы, в которых тяжело вообще находиться. Но ко всему привыкаешь. Сейчас уже, когда ты заходишь на 6 часов, они пролетают очень быстро, ты даже не замечаешь этого времени, потому что работы очень много. И, в принципе, нормально. То есть морально, физически тяжело, но справляемся. Уже привыкла, да? Да, уже привыкла. Что самое страшное в красной зоне? Наверное, когда люди умирают. Вот это самое страшное. А так, это вообще самое страшное, когда человек умирает. А остальное со всеми справляемся. Ты видела, да, как умирают люди в красной зоне? Да. А вот после увиденного ты не перехотела связать свою жизнь с медициной? Нет, наоборот. Только желание усилилось, идти дальше по карьерной лестнице, так сказать. И уже целенаправленно помогать как врач больным. То есть это вообще, наоборот, желание пробудилось еще сильнее. Я в который раз не пожалела, что выбрала именно медицину. Я чувствую себя на своем месте, вот в своей тарелке. А как ты считаешь, вот наше здравоохранение сможет победить коронавирус? Или все-таки вот болезнь возьмет вверх? Такой вопрос. Я думаю, что все уладится. И, конечно же, кроме здравоохранения им тяжело, потому что люди не слышат, к сожалению, у нас. Просто надо немножко помогать. Даже если взять, к примеру, Китай. Вот у них было все четко, ясно. Посадили на карантин, отсидели, побороли вирус. Все, все просто. Они все ходили в масках и перчатках. У нас, к сожалению, такого нет, и поэтому очень тяжело с этим справиться. Но я думаю, что все будет хорошо, потому что у нас народ сильный. И его никакая гадость не возьмет. Ты с лета начала работать в красной зоне. Ты сама болела коронавирусом за это? Да, я приболела коронавирусом. Как проходила твоя болезнь? К счастью, не в тяжелой форме, в легкой. Но и легкая форма дает о себе знать. И побочные эффекты есть, и само заболевание неприятное. То есть даже не сравнится с гриппом, ни с Орви, ни с гриппом, ни с чем. Это нереальная ломота в костях, когда хочется куда-то деться, а некуда. И ничего тебе не помогает. И высокая температура у меня была. А потом, как рукой сняло, как будто ничего нет. Но усталость, головные боли тоже присутствовали. Заметила уже так сама, что люди, у которых крепкий иммунитет, они болеют чуть полегче. Да и потом восстанавливаются быстрее. Те, кто болеет чаще, им, конечно, дается нелегко. Ты сейчас работаешь в красной зоне и параллельно еще учишься, да? Да. Вы на удаленке сейчас. Да. Можешь назвать по своему опыту плюс и минус удаленки? Потому что есть как положительные отзывы, а не так и отрицательные. Вот в медуниверситете что творится на удаленке? Ну, не зря в медуниверситутах не бывает заочного обучения, потому что это очень тяжело. Все-таки должен быть контакт с больными, должна быть практика обязательно. Но я очень благодарна тому, что я работаю, и поэтому мне немножко попроще в этом плане, потому что я и учусь, и работаю, то есть все равно в этой стезе кручусь. А вот те, кто сидят дома, я не знаю, наверное, они с ума сходят, а может быть нет. Плюсы есть именно в плане, если работаешь, то есть попроще, да? Тебе не надо бежать на пары после дежурств, потому что они бывают разные, и тяжелые смены, и не очень. В этом плане полегче. Минусы, конечно, то, что мы не получаем той информации, которая должна быть. И нет практики. Я не говорю о том, что... Да, у нас очень удобно сделали, по вебинару занятия проходили. То есть вот это здорово, вот это хорошо, потому что есть контакты преподавателей, но опять же, это все не то. Но сейчас я считаю, что это лучшие меры, потому что лучше так, чем бы все попереболели, тем более в институтах огромное количество людей, поэтому лучше так. А сколько вот еще твоих знакомых, будущих медиков тоже помогают в красной зоне? У меня в группе, да, работают пару человек по другим группам. То есть вот брать, если педиатрический наш факультет, то человек, ну, я думаю, что 50 точно работают по разным больницам. Ну, то есть молодцы. Это все на добровольной основе было, да? Да, да, конечно. Вам за это не платят, за помощь в красной зоне? Ну, как, мы же работаем, у нас зарплата есть, вот, да, но это не добровольно-принудительно, там, или еще что-то, это вот именно чисто мы изъявили желание. То есть мы устроены официально, все, получаем зарплату, работаем, все как у людей. А чем ты занимаешься свободное время? Или у тебя не остается? Ну, не, остается. Я отдыхаю, восстанавливаюсь перед дежурствами, вот, а потом снова в бой. Ну, потому что выходит, по факту, вот, сутки трое, день сразу выпадает, а то и два. То есть пока там бытовые дела поделаешь, все, и там уже на работу надо. А расскажи, что тебя побудило написать пост в Инстаграм, где ты призывала людей использовать маски? Он довольно был эмоциональным. Ну, личные переживания, вот, когда коснулась это мою семью, особенно моих пожилых родственников, вот это меня, наверное, очень сильно побудило, потому что я понимала, что ни я заразила, ни во мне дела, потому что как только начала работать в ковид-зоне, я сразу ограничила со всеми контакт, особенно с бабушками, вот. Но, к сожалению, вот они заболели. И для меня это было очень тяжело морально, и поэтому выбесили люди, если честно. Я захожу в автобус, и просто человека три из двадцати едут в Москву. Просто мне хочется, чтобы люди берегли себя и свою семью в первую очередь, потому что это не все проходит легко. У нас даже пациентов мы подбадриваем, что выздоравливайте, поскорее вас ждут дома родные, внуки, дети. То есть всегда. Поэтому это, конечно, очень... Когда ты столкнешься с этим, не само, когда у тебя заболеет кто-то из семьи, это, конечно, очень тяжело переносится. Какая реакция последовала после этого поста? Разная. Были люди адекватные, особенно медики, кто работает с этим. Были, к сожалению, и диванные критики, которые больше всех знают. Которые кричат о том, что маски не помогают или еще что-то. Но на них я в последнюю очередь обращаю внимание. Потому что адекватные люди, они есть. К счастью, и они, я думаю, соблюдают масочный режим. Потому что действительно маски помогают, как бы там ни было. И ничего страшного нет в том, что выйти в магазин и надеть маску на две минуты. Это не тяжело. Дома, пожалуйста, никто не говорит, ходите в масках, спите в масках. А в магазин, пожалуйста, думайте прежде всего о себе. А как ты вообще воспринимаешь критику в адрес врачей? Потому что сейчас очень много врачей критикуют. Несмотря на то, что они на передовой в борьбе с ковидом. В соцсетях откроешь, там очень много гневных постов. Как ты к этому относишься? Не обращать на это внимания, потому что я знаю, что мы делаем, чем мы занимаемся. И когда люди попадают к нам, у них абсолютно другое мнение. Поэтому на это даже не стоит обращать внимание.